С новостями к данному часу. Вера Захарчук в студии. Доброе утро. В Кокшетау в преддверии Дня независимости Казахстана 90 семей стали обладателями собственного жилья. Большинство новоселов – молодые семьи, оформившие квартиры по льготным программам Нур-Лыжер и 7-20-25. На строительство многоэтажного дома был выделен 1 миллиард тенге. Всего в областном центре с начала года было сдано 170 тысяч квадратных метров жилья. Около двух тысяч человек получили ключи от квартир. Местные власти обещают к концу года ввести в строй еще несколько жилых комплексов. Мы четыре года ждали свою квартиру, открыли депозит в банке, копили деньги. И вот сегодня, накануне праздника, получаем свою трехкомнатную квартиру, о которой мы мечтали, ждали. Желаем всем молодым семьям, которые мечтают о квартире такой же, чтобы все получили. Три многоэтажных дома по программе Нур-Лыжер построили в Туркестанской области. Это первые новостройки в недавно созданном микрорайоне города Арысь. Подробности у Рауля Габитова. Окончание строительства новостоек жители Арыси ждали долго. И теперь этот день настал. Дома, которые обошлись бюджету почти 800 миллионов тенге, полностью готовы и уже приняли новоселов. Я мать-одиночка. Сегодня мне вручили ключи от новой квартиры. Спасибо за это. Я не могу поверить, что теперь у меня и моих детей есть собственное жилье. В каждой многоэтажке по 36 квартир. Их получили малообеспеченные семьи, многодетные матери и государственные служащие. В этом году мы начали строительство еще трех таких же домов. Кроме того, планируем возвести еще пять пятиэтажных домов. Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию. На сегодняшний день по городу Арыс на социальное жилье стоят еще 1400 очередников. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар, 24, Туркестанская область. А в Караганде сдан дом на 65 квартир. Новенькую пятиэтажку построили в отдаленном районе города Майкудук. Жилье здесь получили очередники. Люди с ограниченными возможностями, неполные семьи и бюджетники. Жильцы будут платить арендную плату в течение 20 лет, после чего квартира перейдет в их собственность. Всего накануне праздника в разных городах области в заветные квадратные метры получили более 300 семей. С 2014 года работаю против обожарной службы. В 2014 году встал в очередь в Акимат. И вот по программе «Нарлужель» получил квартиру. Квартира очень нравится. Дома тепло, уютно. И местоположение все хорошее. Сады, школы, магазины, все рядом, все устраивают. За последние 10 лет в Алматы было привлечено более 22 миллиардов долларов инвестиций. Как изменилась южная столица за годы независимости страны, говорили участники торжественного собрания, которое состоялось во дворце республики. В первые годы суверенитета доля Алматы ВВП страны не превышала 10%. Сегодня она увеличилась вдвое. Теперь формируют пятую часть казахстанской экономики. В начале 90-х в городе насчитывалось около полутора тысяч кооперативов. Сейчас же здесь зарегистрировано более 170 тысяч субъектов бизнеса. Также в индустриальной зоне Алатау реализуется более 40 инвестиционных проектов на 155 миллиардов тенге. Благодаря им созданы тысячи рабочих мест. Участники торжественного собрания обсуждали и перспективы развития мегаполиса. Буквально вчера городской Маслихат утвердил бюджет следующего года. Он будет работать на благо каждого алматинца. Получит продолжение программы развития Алматы 2020, которая охватывает семь приоритетов. Это и комфорт, и безопасность, и социальная ориентированность, и другие аспекты. Если быть более точным, 40% бюджетных денег будут расходоваться на решение социальных вопросов. Матарау первых посетителей принял специализированный цон для автовладельцев. Под него отвели 4 гектара территории вблизи трассы Атарау-Астрахань. Это удобно и для местных водителей, и для транзитников, которым до этого приходилось колесить по городу в поисках дорожной полиции. Новый спецон может обслужить 800 клиентов в день. Проблем с парковкой возникнуть не должно. Здесь предусмотрена большая стоянка для легковых и грузовых машин. Без труда оставят свой автомобиль и люди с ограниченными возможностями. В данном специальном центре обслуживания населения можно получить услуги по регистрации и перерегистрации автотранных средств, а также получение водительских удостоверений. Здесь расположен автоматизированный автодром, где при первичной регистрации автотранных средств в автоматизированном виде сдаете практический экзамен, а также сдаете теорию. Раньше в старом здании посетители обслуживали всего 5 человек, теперь 20. Сдавший необходимые документы водитель сможет в течение полутора часов получить на руки новые. Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства пошел навстречу животноводам. Фермерам упростили условия кредитования по программе СИБАГА. Теперь им можно закупать не только племенной чистопородный скот, но и так называемый товарный. Для беспородных животных может, доля беспородных животных может составлять до 50% от суммы займа. Внести изменения в условия кредитования пришлось после того, как на рынке сложился дефицит породистого скота. Ранее мы рассказывали о том, что некоторые каргандинские фермеры рисковали попасть в списки должников из-за того, что не по своей вине не могли выполнить условия программы. Стоимость племенных коров резко возросла и выделенных средств просто не хватало на их приобретение. А возврат неиспользованных средств грозил штрафами. В Алматы официально объявили о начале работы Ассоциации выпускников детских домов Казахстана. Основные ее вопросы будет решать попечительский совет, состав которого вошли представители министерства, бизнесмены, руководители лицеев, известные общественные деятели. Главная цель – это правовая помощь и социальная адаптация подростков из детских домов. Сегодня в республике действует 125 таких учреждений, в которых насчитывается более 5000 выпускников. И всем им предстоит получить образование, найти работу, жилье и решить еще множество недетских проблем. Уже есть инициативные группы в Восточно-Казахстанской области, Казалардинской области, города Астана, Шемкент, Алматы. Это очень важно. Если нас государство поддержит, если нас поддержит местный исполнительный город, Ахимат, нам очень важно просто решать проблемы выпускников. Но, тем не менее, мы будем делать работу, чтобы у выпускников не было ежедневничества. Жительница Уральская Нурая Тимиргалея в честь своего 17-летия установила в городском парке отдыха и культуры 17 скворечников и кормушек для птиц. Девушка решила отказаться от привычного празднования, похода в кафе, застолья и вместе с друзьями пришла в парк, куда уральский мастер доставил заказанные деревянные домики. Отец именинницы Абзал Куспан рассказывает, что несколько лет назад он подарил дочери опознавательную книгу «Птицы – наши друзья». С нее и началась эта необычная история. С того времени у Нурая сложилось, наверное, такое близкое и дружеское отношение к птицам. Мы дома сами своими руками делали скворечники, кормили их птиц. Уже она начала разбираться в птицах, в названиях, какие птицы у нас, допустим, на зиму остаются, какие там улетают в теплые края. Где-то это годы три или четыре назад все это началось, с того момента, как я подарил книгу. Теперь о событиях в мире. Турецкие власти готовы начать военную операцию в городе Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если Соединенные Штаты не выведут их оттуда. Такое заявление сделал президент Турции Раджептей Пардаган во время конференции представителей высших судебных инстанций. Стран организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Турецкий лидер вновь подтвердил свое намерение начать операцию против курдских военных формирований в Сирии на востоке от реки Ефрат в самое ближайшее время. Напомню, между США и Турцией не раз возникали разногласия по поводу сирийской политики. Вашингтон поддерживает силы самообороны сирийских курдов, которые контролируют северо-восток Арабской республики. А Ангара, в свою очередь, считает их террористической организацией, связанной с рабочей партией Курдистана. Мы решительно настроены восстановить покой на востоке от Ефрата. Мы и так сильно опоздали и не можем терять больше ни дня. Своими действиями в Сирии мы не только защищаем безопасность своей страны, но и покой в регионе. Государственные органы Кыргызстана препятствуют цифровому развитию страны. Об этом на Совете безопасности заявил президент республики Сорунбай Жейнбеков. Своим бездействием чиновники замедляют переход к электронным услугам и документооборотам. Хотя очевидно, что цифровизация – это требование даже не сегодняшнего, а уже вчерашнего дня. Бакучер Машев от цифровых перипетиях. Тазак ООМ или «Чистое общество» – это государственная программа цифровой трансформации, принятая в стране еще два года назад. Ее задача – внедрить электронное правительство, перевести взаимодействие с бизнесом в онлайн-режим и предоставлять услуги населению посредством современных технологий. Но чистой, или вернее электронно-прозрачной, республика пока так и не стала. Президент страны Сорунбай Жейнбеков считает, что эту ситуацию нужно менять в корне. Тот факт, что проблему цифровой трансформации выносят на Совет Безопасности, говорит, что руководство страны придает этому вопросу особое значение. Тем более, что примеры, когда попытки внедрить в жизнь новейшие информационные технологии были безуспешными, есть. Самый громкий из них – проект «Безопасный город». Первое заявление о том, что в Бишкеке будет установлена электронная система слежения за столичными улицами, прозвучало еще 8 лет назад. Но запуск автоматизированного комплекса планируется только в 2019 году. По графику у нас с 25 января следующего года начнется уже эксплуатация тестовая и мы планируем с 10 февраля уже запустить промышленный формат. По первому этапу у нас предусмотрено 38 перекрестков в городе Бишкек и также 4 скоростных рубежа в городе Бишкек на основных больших улицах. По официальным данным, за последние несколько лет Кыргызстан потратил порядка 50 миллионов долларов на информатизацию государственных органов. Несмотря на это, ни бизнес, ни население так и не получили качественных электронных услуг. Чтобы исправить ситуацию, по поручению президента республики разработана концепция цифровой трансформации на 2019-2023 годы. В ближайшие пять лет страна должна совершить технологический прорыв, в том числе для того, чтобы обеспечить собственную кибербезопасность. Пока Чермашин, специальный для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Каждый год. Отмечу, для австралийки это не спорт и не простое любопытство. Таким образом, она помогает Южноавстралийской ассоциации по борьбе с заболеванием двигательных нейронов. В прошлом году ей уже удалось собрать более 8,5 тысяч долларов. Выставка графических и живописных работ члена Союза художника Казахстана и победителя множества республиканских конкурсов Даурена Костеева и его супруги, художницы по батику Гаухар Балмахаевой, прошла в Пекине. Их работы представляют собой новую интерпретацию наследия далеких предков, которые сохранились до наших дней в виде наскальных рисунков. Организаторы не сомневаются, что выставка позволит открыть новые творческие горизонты сотрудничества между Казахстаном и Китаемом. Также будет способствовать еще большему укреплению культурно-гуманитарных связей двух стран. Отмечу, ранее произведения искусства творческой пары уже выставлялись в ряде стран. Сейчас их работы находятся в частных коллекциях в Швеции, Франции, Великобритании и России. Я привезу свою экспозицию работ в сфере книжной иллюстрации. В частности, это серия работ посвящена поэме Ильяса Нжинсугурова «Кулагер». Также другие работы, ранее сделанные мной, сказки «Агилы Сауран», «Айша Биби», «Наши легенды». Выставка очень интересная. У каждой работы глубокий смысл. Они побуждают зрителей задуматься, сразу понимая, что у художников глубокое восприятие всего происходящего. Голливудская актриса Байлин поздравила казахстанцев с Днем Независимости. По ее словам, народ нашей страны гостеприимный и дружный, поэтому она всегда рада приезжать в Астану, в которой звезда гостит уже во второй раз. Актриса отметила, как сильно преобразилась столица за время ее отсутствия. Также Байлин заявила, что готова сотрудничать с казахстанскими режиссерами, если от них, конечно, поступят интересные предложения. Желаю всем казахстанцам встретить День Независимости в прекрасном настроении. Это очень важная дата, поэтому проведите ее незабываемо. Даже если в этот день у вас будет холодно, сохраните тепло вашего единства. Больше интересной информации можно найти на нашем сайте 24.kz, обязательно заходите. А к данному часу у меня пока все. У вас с первым выходным днем и с наступающими праздниками. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова